Приветствую вас, Мария. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. В первую очередь я хочу сказать, что ссора сама по себе не является первой причиной. Ссора сама по себе скорее лишь следствием определённых трудностей, которые могут быть у вас. Следствием определённых сложностей, с которыми вы можете столкнуться и столкнулись скорее всего. Но ссора это определённое поведение. Это определённое поведение. И поведение это в том числе связано со вторичной выгодой в первую очередь. Что такое вторичная выгода? Это то, что вы получаете в результате ссоры. Здесь я бы вам порекомендовал бы поисследовать психологическую игру в скандал. По факту, психологически играя ссором. То есть, что вам лучше, может быть, для себя понимать, из-за чего вы ссоритесь. Как получается, что вы ссоритесь. В принципе, вообще. Вам будет это несколько более понятно, но по сути я хочу сказать, что ссора это следствие страха близости. То есть, люди вот, ну, боятся сближаться, да, боятся сближения, вот, боятся эмоциональной близости и, соответственно, возникают вот проблемы. Ну, возникают трудности определённого рода. С этими трудностями достаточно тяжело справиться, вот, достаточно тяжело как-то вот существовать. Ну, можно. Тем не менее. Дальше. У вашего молодого человека кризис, и в этом кризисе, получается, мужчина срывается непосредственно на вал. Вы ему, судя по всему, отвечаете, вас это, судя по всему, задевает, вот, и, соответственно, возникают проблемы. Вот, суд, нужно отделить себя от своего молодого человека. То есть, отделить, где вы, где молодой человек. И, отдавать себе отчёт в том, что, например, вы отвечаете за свою реакцию. Вы отвечаете за своё, ну, как бы, за своё поведение. Вы его ответили. За это. А так, эээ, вот, пока что получается, что ссора вообще происходит, да, проистекает абсолютно как будто без, ну, без вашего участия, без вашего, эээ, без вашей активности это происходит. Хотя, я надеюсь, вы понимаете, что это не так, что вы ссоритесь, в том числе я тоже. И, у этого есть причина. Вот, у, именно, конфликта с вашей стороны. Так, эээ, он постоянно орёт на меня, сказал, что не хочет, чтобы я вечно страдал и из-за него он на мне срывается. Я категорически не хочу расставаться, люблю его и стараюсь поддерживать. А он срывается, но любит меня. Ну, эээ, что вы вкладываете здесь в любовь, эээ, ещё нужно выяснить. Вот, но, эээ, у молодого человека есть проблемы. Это очевидно. У молодого человека есть проблемы и есть трудности, это факт. Вопрос в том, а, как, как он их решает. То есть, как молодой человек, эээ, как молодой человек решает свои проблемы. И решает у них вообще. Потому что, ну, от кризиса не застрахован никто. Это очевидно. Да, у всех может быть кризис. Но, молодой человек не решает это. Судя по тому, что вы говорите, он проблемы свои не решает. Вот. Он не стремится к тому, чтобы решить свои проблемы. И, отсюда он скажет вопрос. Тогда. Нет ли уже у молодого человека определённой выгоды от скандалов? Понимаете? Вот. Так что вам здесь, эээ, нужно как можно более чёткую позицию. Занять. И если вы хотите с человеком быть, то это замечательно и здорово. Ну, в условиях конфликта, в условиях, в условиях скандала, ну, вряд ли вы, эээ, вряд ли вы сможете адекватно быть, эээ, друг с другом. Вот. Поэтому, на мой взгляд, эээ, ну, ситуация, ну, ситуация, ситуация, вот, пока. И, эээ, корректировать, на мой взгляд, нужно именно это. Дальше. 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 Я не знаю, что делать, потому что скоро заканчивается тем, что мы решаем расстаться. Ну, вот, эээ, вам с личной ответственностью поработать будем. Вот, потому что, эээ, ну, потому что, эээ, ну, потому что, ситуация такая, что вы, как будто бы, не обойдёте в себе отсчёта. В, эээ, в том, что делаете лично вы. Вот. Я вас, эээ, не обвиняю. Эээ, ни в чём. Вот. Просто хочу, чтоб вы, ну, знали, чтоб вы знали. Вот что. Проблема, она в этом. В принципе. Вот. Вот так. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. Удачи, надеюсь вы сможете решить свою проблему.